как по правильному так идем совсем неправильно но у нас здесь немножко отфрезерованная земля мы и сейчас земляное как я его называю колесо пускаем по краю фрезеровки лук пойдет посередине делаем первую борозду но не на целине как до этого делали а на фрезеровке а ну и вторая фигура теперь колесо одно пойдет уже по борозде второе пойдет по фрезеровке наклон определенный есть конечно но не такой как я там забивал в наклон плуга наклон меньше слегка такой получается наклончик потому что действительно перепаха на это первая борозда очень даже не глубокая но но м м м м м м и м Продолжение следует... Да, определенные неудобства паходы на электрокультиваторе есть. Прежде всего они связаны, конечно, с получающимся проводом. То есть, если ходить культиватором по кругу, то, конечно, провод будет ни при чем. Но вот задний прогон на культиваторе пока не отработан. То есть, нет такого, чтобы провод укладывался вне колес культиватора и никаким боком на него нельзя было наехать. Пока риск остается и это замедляет работу. Но опять я говорю, мне вот эта пахота, это уже пахота. Нужна прежде всего для того, чтобы перевернуть сидират. Я не думаю, что у меня будут такие большие сидиратные поля и проблемы именно с их переворачиванием. Тут скорее проблема делать это или не делать. Вот и все. Ну и такие, да, пошу-то я в гору. Ну, просто потому что направление пахоты мне такое удобное. Но не более того. Потому что под гору пойдет веселее. Вот так. Вот так, вот так. Поставил максимальную частоту на частотнике. Ну, максимальную, как у меня предустановлено. 100 Гц. Обороты колес будут 60. Скорость примерно, ну, как я считал, то ли 2,4, по-моему. 2,8, 2,4 километра в час. Ну, то есть, большая скорость. И электромотор работает с двойными оборотами. Смысла в этом никакого. Потому что мотор спрыгивает с оборотов. И получается, что на таких оборотах не хочет ехать. Выше 50 Гц. Они не ездовые. Они скорее декоративные или фрезовые. Они не ездовые. Алиска. Убийц.